Всем привет! Недавно на тесты на обзор мне прислали вот такие вот аэродинамические колпаки, которые устанавливаются на заднее колесо. И это имитация полноценного дискового колеса типа вот такого. Если у вас есть высокопрофильное колесо, то туда можно воткнуть данные колпаки и получать определенное аэродинамическое преимущество, если у вас не хватает денег на полноценное дисковое колесо. Кстати, данное изделие делают те же ребята, что присылали мне подлокотники для лежака. И в целом это материал ABS пластик. Для тех, кто впервые видит такое изделие, на самом деле задумка не новая. Уже много кто пытался колхозить. Более красивое, менее красивое. Но суть здесь даже не в красоте, а в том, как работает аэродинамика. Когда я замерял свое дисковое колесо в прошлом году, то рассказывал, как это работает. То есть суть не в том, какой у вас материал, там карбон, пластик или еще что-то. А в том, что здесь равномерная структура. И когда есть на заднем колесе спицы, спицы вращаются и есть зона турбулентности, которая образуется за колесом. Когда есть какие-то накладки, либо просто вот целиком дисковое колесо, все это сглаживается и турбулентности меньше. Поэтому бывает мнение, что вот, например, там одно колесо стоит 50 тысяч рублей, а другое 250 тысяч рублей. И поэтому оно будет гораздо быстрее ехать. На самом деле нет, это не так. Дорогие колеса стоят лишь потому, что там используются другие материалы, чтобы само колесо было полегче. Но, как известно, если мы облегчаем, то жесткости теряются. Поэтому все это технологически становится сложнее сделать. Поэтому цена больше. В остальном это все то же самое. Ну, единственное, конечно, втулки могут быть чуть тоже другие. То есть, может быть там трение качения внутри, вот эти все процессы физические. Чуть-чуть там получше происходить. Но основной аэродинамический эффект здесь не меняется. Неважно, вот при колхозе ли, либо что-то, либо вот у вас просто дисковое колесо. И, собственно, данные колпаки как позиционируются? Предположим, что у вас есть велосипед, какой-нибудь шоссер, ну, либо разделка, и есть вот такие вот высокопрофильные колеса. И вам нужно там пару раз в год проехать гонку. Остальное это у вас тренировки. И денег у вас нет на полноценное дисковое колесо. И как раз-таки вот данные колпаки, ну, изначально задумывались, как вот дешевая альтернатива. Про цифры, то, что я получил сегодня в тестах, чуть попозже говорим. Сейчас вот вкратце, как это все крепится. В данных колпаках есть специальные отверстия, болтики туда вставляются, и с другой стороной гаечкой закручивается. Из нюансов, то есть просто закрутить здесь отверточкой тяжеловато, поэтому с той стороны я держал пассатижами, чтобы гайка не прокручивалась, а с этой стороны уже закручивал отверткой. Нужно немножко здесь повозиться, все это отцентровать. Кассету также нужно снимать, потому что так нельзя вот поставить. То есть кассету сняли, колпак поставили, начинаем прикручивать. Один болтик, второй, третий, четвертый, пятый. И также вот это технологическое отверстие, чтобы у вас ниппель был в доступе, чтобы можно было подкачать. Хотя, по сути, не важно, даже если собьется, то все равно функцию свою будет выполнять. Ну и в целом посмотреть, чтобы у вас было отцентровано примерно где-то по центру нормально. Но сильно промазать не получится, иначе вы просто втулки здесь не сможете поставить. Что получилось по итогу, по цифрам? Ездил я на своем стандартном круге 7 километров и держал примерно 300 ватт. В моем случае это 4, чуть больше где-то ватт на килограмм. Ну что, сравниваем сегодня вот такое изделие. Аэродинамические колпаки проедем, потом снимем колпаки, и потом сравним с обычным колесом, целиком дисковым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 35-37 км в час При этом вот конкретно вот этот диск у меня достаточно легкий, но без покрышки и без кассеты у меня весит около килограмма это очень хороший результат но в общем когда я в сборе померил вот это колесо с покрышками и со всеми делами и данные колпаки вот все в сборе у меня получился вот этот сетап больше по массе примерно на 700 на 800 грамм но здесь конечно там камера немножко потяжелее то есть резина здесь тоже немножко отличается но вот колесо какое мне дали, такое дали у меня потому что нет обычного такого колеса я у всех командника попросил но тем не менее, когда берешь в руку вот эту всю конструкцию, ощущается реально гораздо тяжелее чем вот это мое дисковое колесо но имеет это роль только когда набираешь стартовую скорость ну стартуешь например раздельную гонку и если есть крутые развороты где тормаживаешься в ноль ну либо очень-очень крутые подъемы в остальном, если набрал крейсерскую скорость то разницы уже по сути как бы и нет то есть в целом я считаю функцию свою выполняет данные колпаки с точки зрения эстетики ну лично для меня как бы выглядит так себе да, как бы я уже взрослый дядя да, и у меня есть как бы нормальные велосипеды но для тех, у кого с бюджетом какие-то проблемы либо кто вот не хочет покупать как мне кажется, да, можно приобретать такие колпаки и под задачу ставить но только иметь в виду, что да, вот нужно будет тут кассету снимать все это прикручивать здесь есть небольшие нюансы с центровкой там же внутри идут спицы и когда начинаешь вот эти колпаки влево-вправо крутить иногда упираешься в спицу поэтому вот первичная установка нужно повозиться, конечно ну а потом, в принципе, все как бы работает ну и, конечно, в долгосрочной перспективе наверное, нужно проверять там затяжку болтов с другой стороны все-таки, когда едешь, вибрация чтобы, не дай бог, ничего там не открутилось во время езды так что вот такое изделие не новое совершенно много кто уже что пытался и в том числе вот на канале GCN Олли Бридж вот у него был как-то проект бюджетная разделка и он собирал там вообще какой-то дешман-дешман и сзади тоже какую-то имитацию делал Колпаков там у него и что самое интересное когда он потом собрал себе разделку и сравнивал ее с топовой разделкой которая стоит там где-то 10-12 тысяч евро а его разделка стоила, ну там, чуть ли не в 10 раз там дешевле по скорости выигрыш у супер топовой разделки был-то не очень-таки большой то есть в целом можно сказать, что работу свою выполняет но, как говорил, разница-то в общем-то вообще не сильно большая но речь сейчас про любительские скорости поэтому здесь уже, конечно, каждому человеку самому принимать решение нужны эти колпаки, нужны там дисковое колесо, либо нет но вот такая вот альтернатива есть ссылку на Авито я оставлю первый источник, где вообще продаются данные колпаки тут уже, как бы, сами смотрите, кому надо, кому не надо но вот просто поделился собственными наблюдениями изначально у меня были мысли я в целом думал, что плюс-минус примерно будет и одинаковая но единственная разница, как мне кажется, будет ощущаться если будут более крутые градиенты все-таки диск у меня здесь полегче но не настолько критично то есть если вы там в Альпы не заезжаете то я не думаю, что какой-то там супер большой будет разницы ну и кого-то, может быть, не устроят вот эти вот крепления для кого-то может это показаться каким-то колхозом ну здесь, как бы, да, вопрос такой вопрос эстетики но все равно разница тут получается колпаки, либо полностью дисковое колесо сколько? примерно в 4-5 раз при том, что здесь суть-то морали-то в чем если у вас уже есть высокопрофильные колеса вы просто принимаете решение там на гонку поставили, например, потом сняли ну, либо можно постоянно как бы ездить и вообще там не заморачиваться если каких-то сильных боковых ветров нет вот поэтому так вот такое вот изделие как бы интересно на самом деле опыт, мне тоже было интересно все это посмотреть если кто-то уже тестировал такие штуки отпишитесь в комментариях что, как у вас впечатление может быть, тоже какие-то тесты были будет интересно ну на этом все всем пока всем спорта и хороших колес спасибо за просмотр! Продолжение следует...